Здравствуйте, меня зовут Наталья Милинчук, и сегодня мы поговорим на тему быт с показателем единичка. Если вы не знаете, какой коэффициент в вашем секторе быт, посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео про быт 0. Я более подробно рассказываю, как узнать, какой у вас коэффициент. Вернемся к нашим счастливчикам, можно так сказать, с показателем 1 в секторе быт. Но, во-первых, такие люди умеют экономить и стараются всегда держать накопление. Это вряд ли, кстати, может быть банк, но, скорее всего, дома или на карточке, или даже где-то в каких-то заначках. Часто такие люди достигают финансовых успехов, когда рано сепарируются от родителей. Иначе они могут долго жить за счет своих близких. К сожалению, это факт. Но если для девушек это еще в норме, особенно когда девушка выходит замуж, в целом может семью задержать мужчина, и он будет доволен, так как ей комфортно. Ну и она будет, скорее всего, откладывать деньги. То есть всегда будут даже те, которые заработал ее супруг. С мужчинами может все обстоять иначе. Если такой парень остается долго с родителями, то он спокойно берет у мамы и папы деньги. Если он рано отделяется и находит комфортную работу, не с большими перспективами, но для него достаточно удобно, он будет на ней долго еще работать. И, собственно, не просить повышения. Если, конечно, в его жизнь не ворвется девушка с другими показателями в секторе быт. Вы можете возмутиться и сказать мне, ну у меня же быт один, а я зарабатываю хорошо. Дорогие мои, не стоит забывать, что вы можете быть в паре с кем-то, у кого показатель быта выше, или у ваших родителей оба высокий показатель. Это, кстати, может быть стимулом, плюс своя собственная психоматрица. Есть такие сектора, которые тоже помогают обрести финансовую независимость. Если рассматривать классический вариант быт один, то люди с таким показателем не будут менять часто работы, если есть одна стабильная и платят ежемесячно. Это уже все зависит от амбиции таких людей и как рано они ушли жить самостоятельно.